здравствуйте сегодня вам расскажу о японской технологии бонсай я ее применяю для цитрусовых для садовых вот это вот у нас коломандинчик вот размеры можно сравнить размер я здесь уже начинает выбрасывать он бутоны еще одна веточка значит пора снимать ягоду удалять вот эту ягоду коломандинчик идет в сторону вообще растение нельзя давать плодоносить пока не будет хотя бы 15-20 то и 30 хороших листьев это у нас лимон павловский уже трехлетка на нем ветки раз два три четвертого порядка весь покрытый зеленью как говорится уже начинает бутоны выбрасывать вот они беленькие бутончики такие вот не знаю я бы не оставлял бы для цветей для цветения для плодоношения но человек который возьмет это должен видеть что это же настоящее плодовое растение можно конечно и атакует мэйер видите два листка мэйер вытягивает ягоду 23 листка вот это вот ягода и уже пора срезать я срезаю вот так вот на самом деле ягоды у него мэйера сравни как миниола это первое начинается плодоношение у мэйера и завязывается вот листочки почки начинают прорастать которые рожки пускает уже с цветками поэтому мэйер мы разгрузили для чего чтоб начал хорошо расти и пример технологии бонсай выращивание миниолы миниола вот такой вот плодик видно вот размеры его сейчас мы его срежем срезаем на почку оставляя почку может она прорастет как видите растение цветет все веточки цветут но задача такая придется такие вот бутончики беленькие удалять 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 так чтобы можно было расти вот смотрите еще большой который распустится вот еще одна и вот это вот грусть я просто так вот отламываю да и все никакими ножичками можно не надо просто пальцами прошли удалили часть для чего это я делаю чтобы можно было легче растению воспитывать остальные плодики она истощает когда много конечно лучше оставить вот это вот здесь плод будет висеть прямо на баклажке удобно не будет не надо никаких палок делать как я делал вот на мэйере так почки я поудалял а теперь буду рассказывать о самой технологии видите вот два горшка это каламандин это миниола я не сажаю сразу большую емкость здесь было четыре раза и пересаживал стаканчик 50 грамм потом 100 грамм потом почти 150 грамм потом 200 грамм это уже почти пол литровая баклажка поэтому нельзя быстро пересаживать держать надо и причем здесь дренаж кирпич биты половина битого красного кирпича чтобы вода не заставила чтобы она впитывала влагу и кирпич потом красный медленно отдает влагу растению то есть забыли полить задержали с поливом ничего простение будет нормально себя чувствовать корневая система ветки как видите я ну разгибаю после видео я вот эти ветки а так вот разогнул еще раз поправлю все как видите видите она в одной плоскости сделала такая надо разгибать разгибать постоянно и удалять лишние бутоны беленькие их видно хорошо цветком тренаж опять же половина занимает красный битый кирпич никакого керамзита керамзит корни пробивают на спасть как с автомата потом корни плохо когда при пересадке она цепляется и все красный битый кирпич она вволакивает и потом аккуратненько можно достать видите вот какие там отверстия 10 сделаны хорошие большие отверстия для чего чтобы даже если корни вылезут можно было потом вытащить корни не поранить пересадить в этом году я ее опять не буду пересаживать пока корни не начнут вылазить я не буду пересаживать можно сделать ложечкой чайни взять землю убрать подсыпать свежий вот это и вся пересадка не надо много садить нельзя садить бочку большую там ведро садить десятилитровая пока здесь не образуется как кулак корни никуда не надо пересаживать пускай они в тесноте да не в обиде и тесноте они лучше цветут лучше плодоносит и еще я же рассказал что технология бонсай предусматривает постоянно обрезку постоянно прищипку постоянно пригибание разведение веточек чтоб солнца всем хватило видно вот здесь рожки вот просыпаются хорошие главное получать со стволика и чтобы ветка была облестрелена надо здесь поставить свету вот у меня бирка я представляю вот так вот бирку и теперь поставлю к свету ни в коем случае нельзя выносить на улицу это комнатные растения лимоны мандарины апельсины мини волы лимонеллы кумкваты каламандины нельзя на улицу там может быть холодно может быть град пойти может быть как в этом году в апреле снег пошел а потом морозы ударили инжиры можно каламандины взрослые еще можно выносить когда будет уже тепло за угроза заморозком минует поэтому такие растения лучше держать постоянно в комнате и от от окна при чем больше света будет солнечного до летнего солнцестояния я отодвигаю постоянно так на потом уже будет пройдет солнцестояние еще там месяц-полтора побудет далеке потом я начну приближать я отодвигаю метр полметра тогда листья вот эти вот видно сраните вот этот листок и вот эти вот молодые листья виден выросли то есть листья будут больше у мини волы будет больше у павловского тоже вот павловский вот павловский стоит и смотрите вот это вот бирка вот стояла видно что растение перекошено все листья смотрят туда к свету а вот это вот почки вот созревают вот почки будут уже цвести значит надо потихонечку направлять переставляя бирку вот так я переставлю это палка для поддерживания можно убрать она уже не нужна это было нужно когда ягоды я пытался получить проволоку мы тоже убираем она тоже уже не нужна растение уже само держится коломандин коломандин и павловский лимон я думаю хороший выбор будет смотрите и у мейера видите какие большие листки это говорит о том что он стоял далеко от окна такие большие листья увеличивает фотосинтез сама растет листок большой чтоб больше света поймать коломандина листья бывает и побольше это он укоренялся на солнце здесь вот светленькая пошла молодые побеги но нельзя и перекармливать лучше чуть чуть не докормить чем перекормить растения и держать в тесноте постоянно держать в тесноте японцы выращивают сливы яблоки груши в маленьких горшках по 300 лет держат поэтому не спешите пересаживать меняйте только верхний слой земли пересадить вы всегда успеете корни там даже кирпич обволакивает зарастает плотно такой что потом следующая пересадка идет прямо с кирпича зато они впитывают влагу хорошо держат спасибо что смотрите спасибо что кликаете помогаете деду тоже расти вместе с вами пока до новых встреч